друзья всем привет приветствую на канале мне на день рождения подарили ананас ну я так обрадовалась не знаю больше чему ананасу или тому думаю ой я попытаюсь укоренить вот эту вот макушечку сейчас попробую выкрутить и посмотрим что получится у меня уже рос ананас так выкручивать нужно допустим в одну сторону по любой стрелке влево вправо без разницы ну-ка он выкручивается меня нет выкручивается оба пахнет хорошо ладно потом тем рассказываю вам историю меня уже было на нас верни как также купили мы с папой два или три ананаса три по моему да и вот тогда ананаса мы съели макушки также выкрутили и поставили укоренилась 2 у нас укоренилась вот причем хорошо так укоренилась ну и как говорят через три года будет у вас ананас будет вам счастье хочу что из 2 он у меня рос четыре года где-то вот смотрите какие здесь корешочки вот есть какие-то задатки сейчас покажу видно наверно нет вот смотрите вы видите вот это шишечки задатки корней вот они нужно вот эти все листья оборвать нижней все не все но они не нужны по той причине но они уже сухие вот конечно надо было мне чуть пораньше посадить этот ананас на поставить на укоренение у меня все руки не доходили ну и что рост у нас это четыре года ананас знаете все кто приходил в гости они даже не могли определить что это ананас они говорили это юка это алоэ это что у вас это наверно у вас агава ну собирали все что можно но только не ананас ну и вот четыре года он у меня рос рос листья подсыхали я его уже раз пересадила но так он у меня не вырос а в этом году уже от старости по моему и все ну дал боковую детку я уже его выбросил что-то он загнил залили его лечо и я короче его уже все приготовилась выбросить он даже отвалилась макушка это все все пропало а смотрю боковая детка вот не знаю посмотрим что с этой боковой деткой ну и вот этот хочу попробовать укоренить конечно тут маленько уже подсохла что нужно сделать вот это вот мы убираем ну так выравниваем что чуток и нужно поставить в какую-то емкость но чтобы вот так вот листья не стояли а вот это вот только место до этого места чтобы она была воде то есть ну сколько вы одолели вот эту шейку да столько вы и ставите в воду тут мне еще листья такие сухие просят оголить не знаю надо не надо они тоже красоты не дадут их можно аккуратно срезать лишь бы ту гнили никакой не было а так то в принципе ничего страшного пусть они стоят эти страшные листья может быть макушкой тронется в рот если тронется можно будет их тогда просто подрезать так и можно что сделать не знаю или дальше еще по убирать по убирать чуть-чуть тут уже на как-то все тоньше и тоньше становится это какой-то другой собственно у нас который я укореняла решила я еще для эстетики наверно больше подрезать вот эти тоже которые в кончике засохли никак не режутся воде ножницы острые вот так и надо же вырезать достаточно окно теперь осталось подобрать емкость вот здесь вот посерьезные задатки как бы такие шишечки здесь и конечно уже все нету самое главное чтоб середка была целая вот так друзья нашла я баночку сделала крышку сделала в ней отверстие и поставила вот так вот укореняться вот смотрите как она только закрывает ствол короче не должен закрываться вот как-то так поставила на укоренение друзья ну что у вас прошло две секунды у меня прошло полгода 6 месяцев стоял мой ананасик в воде очень долго укоренялся вот такие вот сейчас у него корешочки не знаю видно не видно пока завода вот такие корешочки очень долго он у меня уже здесь стоит поэтому я решила его пересадить наверное первые корешочки он мне дал только через месяца два не пропадал ничего вот видите вот это уже молодая растет макушечка и сейчас я хочу его вытащить лишнее все как говорится ободрать обобрать и буду сажать вот в такой вот горшок вот на фитильный полив не знаю что будет то будет вот так вы видите транспортировочный но он довольно таки так прочные большие отверстия единственное сейчас на дно насыплю крупный дренаж какой-то у меня речная гайка и крупный керамзит так чуть-чуть нижний слой насыплю хоть у меня и будет фитильный полив но страшновато его конечно переувлажнить тем более хотя он и укоренялся то в воде но залить я его тоже не хочу вот вот легкий такой керамзит и крупный на дно давайте посмотрим что у нас здесь есть посадить вот так я делала крышку сейчас покажу вам сниму аккуратно вот видите сделала крышку вот эти вот листики надо почистить зачем они они не нужны сейчас аккуратно их почищу самое главное корни вы знаете мы раньше сажали но у нас побыстрее приживался ну здесь прям что-то очень долго или то что я садила в конце февраля а сейчас у нас началось сентября прошло 6 месяцев все-таки так и я вот смотрите так вот очистила и немножко вот для эстетики для эстетики вот эти ну как бы кончики чуть-чуть ну тут совсем уже прям страшненько подсохли мы выращивали как-то вот этот ананас 4 года 4 года он у нас стоял был шикарный куст но не плодоносил не знаю в чем было дело мы ждали 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 а потом я уезжала давала людям ну и они его пересушили они его пересушили я приехала думаю ну ладно видно не судьба все я его конечно раз он засох я его давай думал выброшу стала выбрасывать а у него вот так вот сбоку вот такой маленькая веточка вот так вылезла сбоку земли вот отсюда вот где-то и их вот ее вытащила но она тоже у меня сидит ни рыба не мясо как говорится растет не растет в этом стаканчике надоел как гулько орить користи какие-то дряблые но я вообще считала что он засох вот и поэтому я сейчас что думаю я сейчас его оттуда тоже вытащу и посажу в один горшок вместе с этим ананасом и знаете буду смотреть буду смотреть как получится но будет расти будет не будет тоже расстраиваться сильно не буду потому что растений у меня видимо я их все сажаю сажаю и все мне жалко выбросить поэтому вот видите сухие листики где-то вот тут мне и заняться им особо было никогда кое-какие отсушил и ладно видим какой-то период был что я его подсушил но хотя он стоял в воде видите корешочки то есть не знаю может быть сильно жарко было вот летом уж надо было чуть пораньше посадить здесь у меня на летней кухне доходило до 30 градусов жары вот так но середка вот свежая растет правильно так что делаем давайте сразу за одну раз мы уже смотрим я посмотрю и вот этот ну что он дает корешки разрастается растет растет ну ладно хорошо раз растет пусть растет дальше не буду я его не уничтожать вот лишнее тут то что он это обсушил я уберу вот так вот тоже его подстригу вот так и посажу их два рядышком вместе пусть растут так что за земелька земелька тоф здесь у меня немножко есть верный кулит немножко совсем мало в основном есть вот такие вот и керамзитик мелкий 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 легенький и перлит беленький видите попадается вот но я закрыла как я вам сказала камушками чтобы земля совсем не просыпалась как куда ты будет стоять у меня в емкости на фитильном поливе вот так вот так мешает ну что в добрый час садим так сильно я вот так так закапывать не буду так и этот рядышком этот хорошие корешки да у этого такие водянистые ну вот здесь сбоку в день кем сейчас и посажу этот прикапываю углублять сильно не буду буду смотреть тут четыре года растила ананаса мы так и не дождались может быть условия не те не знаю кусты были шикарные этом выносила их на улицу они росли хорошо развивались такие колючие приколючие не знаю может быть вот этот ананас даст посмотрим как говорится отчаиваться не будет но вот этот маленький посажу рядышком пусть растет чтобы лишний горшок мне не занималась сейчас у нас сегодня какое 7 сентября но уже все надо заносить в дом ну и куда я думаю чуть 10 горшков будет стоять я решила вот так чтобы сетей заработал вы знаете мне даже больше нравится фитильный полив чем вот двойные горшки нижний полив когда когда она на фитиле здесь воздух и она цветочки они сами как бы подтягивают по этим вот у меня колготочки подтягивают и здесь всегда земелька влажненькая и я как бы не боюсь перелить а когда в поддон иногда думаю может быть лишняя откроешь есть вода но это вот без конца бегать выливать заливать тоже это не дело в общем у у меня уже больше 50 процентов цветов переведено на фитильный полив все вот сейчас полью у меня есть емкость специально я приготовила можно использовать 5 литровую банку но у меня такая железненькая банка есть и вот так вот она прямо у меня в краях растет в край сейчас даже покажу для что я вам там наснимала вот смотрите вот такой у меня есть железная ведерко типа детского здесь были чупа-чупсы и вот смотрите вот так вот входит прекрасно входит стоит ведерки ну и вот я вам сейчас покажу какая будет глубина прямо она входит вот так полная вот получается видите сколько внизу будет воды где-то литр наверно будет и она будет сама натягивать для начала только первый раз полью сверху польем и больше сверху поливать не буду будет внутренний поле вот так друзья посадила ананасик отправляем на солнышко он растет у меня рядом с алое такой он любит солнышко ну вот только единственное что я раньше не держала на фитильном поливе вы видите тут и кончики где-то подсыхают может где-то влаги не хватало питания может быть не хватало с воды так что все ставлю на фитильный полив первый раз я налила воды такой простой без питательного раствора дальнейшем я обычно добавляю немножко удобрений в раствор питательный делаем раствор и корни начинают прорастать это все сами и ананас ну и ананас и другие растения начинают питаться вот так за у меня получилось что я укоренила за полгода но друзья хочу сказать первые корешочки появились а появляются через месяца два конечно надо было его немножко раньше посадить ну теперь уже как есть что будет теперь так будет будем выращивать ананас на этом все друзья пока пока